Это программа «Особое мнение», я Дарья Пищикова, и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Ляновский. Ну давайте начнем, наверное, с хиджабов в школах. Вообще, почему сейчас разгорелся скандал такой снова? Ну, не первый уже, вы вот понимаете? Ну, не вообще в школах, а в двух татарских школах, татарских сел Мордовской республики. Белозири, второе село, я название не помню. Это татарские консервативные села, где живут татары. Соседние села это Мордовские, где живут Эрзия, я не знаю, Мокша, я прошу простить меня, уважаемые представители Мордовского народа русские, наверное, из села. Традиционно село это консервативное место, где и в русских селах, я еще помню в советское время, сейчас я не знаю, как люди живут, честно скажу, во многих селах, но я помню, даже в советское время женщины ходили в платках, и ничего такого в этом не было в селе. А что касается татарского села или кавказского аула, там просто женский платок является просто традиционной формой одежды, традиционной формой жизни, не специально пришедшей там из арабского мира или из афганского мира, а испокон века, столетиями. Так носили тут женщины, так одевались тут женщины. И наезд на эти татарские села, это просто наезд, я считаю, на мир и согласие национальное и конфессиональное в Российской Федерации. Я верю, что Ольга Юрьевна просто не разобралась. Она наверняка запросила Министерство народного образования, или как оно там называется, в Мордовии, ей наверняка ответила вот это вот замминистра или министр, который ездил в это село, и угрожала учителям. Есть же аудиозапись в интернете, как она говорит просто-напросто, что если вы не снимете, вы отсюда из школы уйдете. В Германии это называлось беруфсфербот, запрет на профессию. И для евреев был беруфсфербот в 30-е годы, а в 60-е и 70-е для людей левого взгляда в ФРГ был беруфсфербот. Хочется в этой истории разобраться нормально, полностью, глубоко. Но я вот не очень понимаю, смотрите, насколько я знаю, довольно давно в Мордовии был этот запрет введен. Ну, дальше была договоренность. Дальше был договор, что девочки носят платок определенного образца. Мне казалось, что разумные чиновники Министерства образования, приехав в эти села, пришли к соглашению с сельскими общинами. Это же все-все лето, все заодно, на самом деле. И что вот там вот, да, вот как бы нет таких хиджабов строгих, которые бы там чиновников прямо раздражали. Есть информация, что в феврале еще 15-го года Верховный суд подтвердил запрет. Я почему и спрашиваю. То есть был какой-то компромисс в итоге? Верховный суд, во-первых, не имеет права запрещать женщинам носить головные уборы. Не имеет права запрещать женщинам. Да давайте пусть Верховный суд регламентирует высоту каблука, чулки какого размера или колготки вам носить. До трусов дойдем. Может ли женщина, может ли учительница носить кружевное белье, например, под платьями? Давайте не будем утрировать. Подождите, вы же знаете, как сейчас происходит? И как сейчас законом установлены правила? Слушайте, только к мусульманам такие требования. Никто не запрещает детям носить крестики в школу. Если светская школа, Ольга Юрьевна, тогда пусть православные кресты дети тоже не носят. Потому что дети с православными крестами таким образом тоже будут, понимаете ли, вызывать у других детей там вопросы. А что, ты не такой, как я? Это я отвечаю в их идиотской аргументации. Но вы же понимаете, в чем основная проблема? Когда человек носит крест, этого не видно обычно. А кипа видна? А так часто носят? Попробуйте, конечно, религиозные еврейские мальчики, конечно, должны носить кипу. И в этом нет ничего такого, понимаете, я считаю... Им не запрещают, да? То есть, носят они запрещают? Я просто не знаю, поэтому и спрашиваю. На самом деле, как-то... Ну, я не знаю. Если вот я вот знаю еврейские ортодоксальные семьи, где, безусловно, детишки с маленьких лет носят кипу. Безусловно. Где детишки не едят свинину. Вот, допустим, приходит ребенок там в школе, в московской школе, вот на чистых прудах, там около синагоги, живет много еврейских семей. Понимаете? Говорит, свинину я не ем. Почему не ешь? Потому что я вот там, там, начатый иудей. Или еще там, вот, допустим, Ханука там сейчас вот дойдет. Вот там или еще какие-то праздники, Йон-Кипур. Вот, типа, мы празднуем, в школу не идем. Там и так далее. И, честно говоря, я не слышал, чтобы запрещали. Попробовали бы голос поднять. Вот, понимаете, тут мы, наверное, истории с Петром Толстым еще... Дойдем, дойдем еще. Попробовали бы запретить кипу. Вот, допустим, завтра еврейские дети придут в кипар в школу. Попробовал бы им кто-нибудь сказать хоть что-нибудь. Да после этого тут, как говорится, начнется такое, что история с Толстым покажется, как говорится, просто детским садом. Но мусульман можно топтать, прессовать, издеваться над ними как угодно. Даже просто женский... Это не арабский никап. Это татарский традиционный женский платочек. Даже его нельзя носить уже. Давайте вернемся к тому, что вы сказали. Верховный суд, вы только что говорили, не может решать, что носить, чего не носить. Но Верховный суд здесь действительно не решает. Он рассматривает запрет, который был введен правительством республики. А вот администрация школы или регион в целом может ввести определенные правила по закону об образовании. Так школа хочет, чтобы учителя носили платки. Это приезжают министры и начинают давить. Именно касающиеся формы. То есть просто установлена такая форма, в которой есть запрет на администрации школы. Так школа как раз платки разрешила. Понимаете, это из Саранска приехали. Мы же слышали, это хамский разговор с учителями в этой школе, когда это угрозы просто были. Это вся страна слышала. Может, Ольга Юрьевна это не слышала. Власти региона могут не согласиться с администрацией школы и свои требования ввести. Она угрожала учителям. Она угрожала им не потому, что они проповедуют какие-то взгляды. Потому что им где-то какие-то силовики в Саранске сказали, что платок это ваххабизм. И они взяли под козырек и пошли душить татарские села. А я считаю, что причина вообще не в платках. По моей информации, причина в экономическом наезде на эти успешные экономические села. Точно такая же ситуация все время была в Пеннинской области вокруг большого татарского села Средняя Юлюзань. Богатого, такого села, которое снабжает мясом пол Москвы. Наехали на Юлюзань. И там ваххабитов искали. Было лет 10 назад. Так почему наехали? Потому что экономически Юлюзань обыгрывала своих конкурентов. Поэтому через платки, через наезды, через обвинения в ваххабизме надо наехать на богатые, трудолюбивые, благополучные татарские села. И с Белозерием такая же информация. Мы же исследуем этот вопрос. Поверьте, скоро, уважаемые чиновники из Саранска, мы опубликуем фамилии заказчиков этой компании. Потому что это бизнес-конфликт, которому, как и в других случаях, пытаются придать образ межконфессионального и межнационального конфликта. Я напоминаю, и Ольге Юрьевне тоже напоминаю, что родители тех девочек, как я это напомнил президенту России, право которых носить платочки в селе Каратюбе Ставропольского края, убиты. Вот эти родители убиты. Я помню, как я участвовал в программе открытой студии на пятом канале. И ведущая спрашивает их, когда якобы их подают как угрозу. Только я вас прошу, чтобы никто не случилось, чтобы ничего не случилось с теми, кого они критикуют. То есть, она так к мусульманам обращается. Так вот, убиты именно эти мусульмане. И никто не будет расследовать их смерти. А я утверждаю, что убиты они, потому что у нагайцев пытаются отобрать землю. А эти люди, проявляющие активную позицию, принципиальную позицию в защите своих дочерей, точно так же боролись бы и подобно им борются за права нагайского народа иметь свою землю. У них землю отбирают, запугивают. Это настоящий террор. Эти платочки, как в Каратюбе, в Мордовии, в других регионах, это просто повод наехать на успешные, богатые мусульманские села. Для того, чтобы обложить их рэкетом, налогами какими-то незаконными, отобрать у них землю, запугать в конце концов. Мне жаль, что министр образования не понимает всю причину этнонациональных конфликтов. Ведь она же руководила кафедрой. Ведь она же должна понимать, что из-за религии никто не конфликтует. Давайте сейчас перерыв сделаем и вернемся к этой теме. Все конфликтует только по экономическим причинам. Вернемся к этой теме и продолжим обсуждение этого вопроса. Сейчас небольшой перерыв. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Продолжается программа «Особое мнение». Своё особое мнение представляет журналист Максим Шевченко. Максим Лянович, вот если позволите, я поняла уже, вы сказали о конкретных проблемах этого села Белозерьево. Нет, это проблемы, созданные искусственно. Создаётся это богатое село, успешное, где нет проблем, если бы не вот эти проблемы. Это просто наезд, бандитский наезд, который почему-то... Вас услышала я, я думаю, слышу. Да, хорошо, отлично. Просто, смотрите, ситуация вроде бы локальная. Я предлагаю, Ольга Юрьевна, разобраться детально в этой ситуации. Мы готовы и помочь. Секундочку, можно я договорю? Вы мне вопрос. Вы параллельно не говорите. Дайте я договорю. Ну, я начала просто. Это моё особое. Дайте я договорю даже. А потом, смотрите, вопрос. А если Ольга Юрьевна хочет, а я знаю всё-таки как человека очень внимательного, способного к детальному анализу, то мы можем предоставить ей подробный рассказ, детальный, о том, что там на самом деле происходит. Всё. Слушаю ваш вопрос. Ну, я просто почему предлагаю от этой локальной истории к более общей ситуации перейти? Это не локальная история. А это история о преследовании мусульман в Российской Федерации. Потому что один конкретный случай, он обсуждается так широко, поскольку есть проблемы везде и есть уже какие-то предложения. Вот ваш коллега по СПЧ Евгений Бобров высказался следующим образом. Он считает, что каждый регион должен самостоятельно решать вопрос о ношении хиджабов. Я считаю, что это неправильное решение. Я Женю... Ну, оно правильное, но оно не точное. Почему это регион должен решать? Я считаю, что сельский муниципалитет, допустим, может решать. Вот вы сами сказали, школа. Школа пусть решает. Потом, что значит решать? Конечно, я тоже противник, чтобы там арабский какой-то безумный для наших мест стиль одежды был там в российских, татарских или нагайских или дагестанских школах какой-то еще. Но во всем остальном мне представляется, что эта борьба с якобы религиозной пропагандой в школе – это сплошное лицемерие. Светское государство – это государство, которому преследуют религию какую-либо или запрещают людям носить религиозную атрибутику или быть верующими, или детям креститься в школе, или намаз совершать, допустим, 15-летним мальчикам, там, десятиклассникам или девятиклассникам, да, в перерывах. Вот, допустим, в Дагестане я вот знаю села, где верующие дети. 15-16 лет – это уже большие ребята. Я знаю молящихся уже ребят в этом возрасте. Вот им тоже нельзя молиться, что ли? Хотя на каком основании их граждан, уже получивших паспорта, им надо не разрешать молиться. Даже в армии у Чеха разрешают молиться. А где границы? Ну вот, например, там же правильно... Граница в пропаганде терроризма. Если вы знаете, что человек пропагандирует терроризм или экстремизм, его надо... Дети представляют, если человек является законопослушным гражданином и хочет, чтобы его семья жила по тем нормам, по которым в его семье без насилия, без принуждения эта семья живет в любви, мире, согласии, воспитывая детей, оставьте этого человека в покое. Поэтому, когда я сказал, что положение мусульман напоминает положение евреев в нацистской Германии в 1934 году, еще до концлагерей, но уже с запретом на профессию, со специальным к ним вниманием, то я, честно говоря, вижу, что это подтверждается. А вот объясните мне, пожалуйста, вы эти вещи все намного лучше знаете, поэтому я спрашиваю. Если человек, на самом деле, верующий, если это мусульманин, который все каноны соблюдает, он должен в какое-то конкретное время молитву совершать? Это его личное дело. Это вообще не обсуждается на уровне государства. Конечно, есть расписание. Пять есть фаджр, там, ночная молитва. Есть расписание молитвы. А если он вот на уроке в этот момент? То можно переносить. Потому что есть высказывание пророка о том... Нет такой четкости. Да, нет, но четкость вообще есть. Он же не встанет прямо на уроке и не начнет молиться. Мы же понимаем это? Даже можно я это говорю, а? Я просто уточню. Вы меня прямо перебиваете на пол фразы. Еще раз объясняю. Вот у мусульман есть такой... Так у всех. И у христиан есть такой. И у евреев есть такой. У всех монотеистов. Твоя молитва не должна быть источником конфликта. Если вот во время урока приходит момент, можно перенести, сдвинуть, закончится урок, пойти помолиться совершенно спокойно. Главное, это надо пять раз в день сделать после омовения соответствующего, значит, по исламским канонам. И поэтому здесь нет вообще никакого конфликта. Это абсолютно нормально осуществляется в Великобритании, понимаете, там в США, в Европе. Я уж не говорю про другие страны, про исламские страны. В Иране, который такой крупный союзник и большой союзник России, девочки ходят в платочках. И ничего страшного. Ну, в Иране это понятно. А вот в Европе в последнее время все чаще ведь запрещают? В некоторых странах. А в Великобритании никто ничего не запрещает. Никто. Обо всем можно договориться. Обо всем. Ну, ладно, это Лондон. Центр Лондона. Или центр Москвы. Понимаете? Тут еще могут возникнуть вопросы. А не возникает ли тут гетто какое-то этнонациональное, понимаете? Где дети замкнуты в своей среде. Но татарское село, которое засыпано снегом сейчас с зимой, ну, от него отвяжитесь ради Бога. Ну, перестаньте мучить этих прекрасных, достойных людей. Наверняка в этом селе тоже стоит памятник погибшему в годы Великой Отечественной войны, на котором все фамилии не уместятся погибших выходцев из этого села. Что, какие к ним претензии? Какие к ним могут быть претензии? Это наши братья и сестры. Это наши сограждане. Перестаньте мучить российских граждан. Дорогие чиновники. В своей ретивости вы уподавляетесь, понимаете, какому-нибудь победоносцеву, который ненавидел старобрядцев и вводил такие законы о преследовании старобрядцев, что чуть это, понимаете, своими совиными крылами. Я понимаю, конечно, что эта Николаевская Россия 19 века является образцом для сегодняшней номенклатуры. Самодержавие, православие, народность. Чем это все кончилось? Не забывайте в год столетия Великой Русской Революции. Вы знаете, я вот вспоминаю сейчас, когда разбиралась в этой истории, еще какую версию встречала, что это действительно дела силовиков, но не какие-то... Так почему же они трусливо прячутся за спинами учителей и учительниц, за спинами женщин? Пусть тогда этот полковник или майор ФСБ не побоится приехать, показать свою физиономию в этих школах и публично сказать, я сотрудник ФСБ или сотрудник ЦП при МВД приказываю снять платки. Они прячутся за спины женщин. Ну, вы видели, почему еще? То есть, вот эта экономическая версия, которую вы сейчас представили, вот эту другую версию с силовиками связанную... Какая другая версия? ИГИЛ там, что ли? Вот, да. Кто ИГИЛ? Где ИГИЛ? Якобы из Белозерья очень много есть и было людей, которые ехали в Сирию и людей, которые подозревались в терроризме. А из органов МВД, знаете, сколько убийц, насильников, садистов и бандитов. Почитайте списочек сотрудников МВД, которые посажены, арестованы и уже осуждены за коррупцию в огромных размерах. Помните этого полковника с миллиардами, которые в кладовке не умещались? За участие в бандах. Вот недавно изнасилование был мент, понимаете, там где-то в Сибири насиловал девочек, помните? Да, недавно было. Так у вас список вот этих силовиков, которые пошли по криминальной линии, и поставьте рядом список мусульман, которые подались в терроризм. У вас этот список силовиков, он будет такая длиннющая простыня просто, на десятки тысяч фамилий, возможно. А мусульман у вас будет на несколько тысяч фамилий, в 10 раз меньше. Так что тогда мы всех должны силовиков держать под сомнением тоже? Давайте, я не возражаю. Потому что некоторые из них просто похожи на криминальных бандитов. Просто носящих форму и имеющих красные корочки. И по манере, и по действиям, и по лексике, и потом, как они плюют на законы. Некоторые из них это такие. Не все, конечно же, есть достойные офицеры, есть храбрецы, есть те, кто рискуют жизнью, есть те, кто реально борется с терроризмом. А есть те, кто девочек прессует в татарском селе. Я эту версию по поводу борьбы с экстремизмом и терроризмом ни в коем случае не защищаю. Да, конечно, а как нам сказать? Это, знаете, как в 1937 году. Вот вы живете, ваш сосед такой приятный человек. Вдруг раз ночью забрали, воронок приехал. Вы скажете, как, что, где Иван Иванович? Говорят, Иван Иванович троцкист. И, скорее всего, польский, японский шпион. И вы что, сомневаетесь в этом? В 1938 году? Господи, как же я это раньше-то не увидела? Точно. Вот в силу вот Иванович Мерхольд, я думал, что он режиссер, что он новый театр создал, а он, оказывается, подлец там на Германию, на гестапо работал. Ну, как же этому не поверить? А Осип Иванович Мандельштам? Да я думал, что он поэт, а он-то, оказывается, мало того, что троцкист, так он еще, наверное, тоже иностранный шпион. Да нельзя этому не поверить. Страна полна шпионов. Мусульмане все в ИГИЛ. Прямо вот абсолютно каждый мусульманин спит и веет в ИГИЛ. А каждый сотрудник силовых структур – это рыцарь в белых одеждах. Вот тогда были ежовые рукавицы в 1937 году, да? Вот он в ежовых рукавицах на плакатах ежов давил троцкистскую гадину. Ну что же, а сегодня эти сверкающие рыцари в доспехах таких огненных, солнечных спасают нас от ИГИЛ в женских классах мордовского села Белозерия. И прячутся за женщину, за Ольгу Юрину Васильеву. Что является, конечно же, для этих людей с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем, очевидно, нормой. Хотя я знаю других сотрудников, спецслужб, которые реально рискуют жизнями в борьбе с терроризмом. Максимович, сейчас еще раз прервемся, вернемся. Помните, как они сажали этого учителя на Селегире сажали. Вот помните, как они учителя. Их борьба со школами, это хорошая. Радиоэхо Москвы и компания Артелиай представляют программу «Особое мнение». И снова программа «Особое мнение». Я, Дарья Пещикова, со своим особым мнением журналист Максим Шевченко. Ну что, давайте про черту оседлости, Максим. Давайте. Я видела многократные ваши публикации на эту тему в Фейсбуке. Многократные это? В Фейсбуке, ну нет. Двух. Однократно. Три или даже четыре раза. Ну, вы потом еще Николай Звонидзе. Я никогда не высказываю. Ну, вы же понимаете, что я, конечно, об истории с Петром Толстым. Ну, так и формулируйте. Да. Потому что я хочу сказать про черту оседлости. Хорошо. Я считаю, что лишение прав подданных русского царя по этническому или комиссиональному признаку было безобразное деяние, приведшее к русской революции. Лишали прав не только евреев, лишали прав поляков-католиков после 1963 года, после восстания. Татарам запрещено было селиться в центре Казани. Ну, кроме купцов, там, первой гильдии. Если вы поднимались, если у вас, типа, были бабки, вы могли, там, не знаю, быть богатым, судя по гоголевскому ревизору, то есть, городничему взятки давать. Потому что Гоголь же в деталях описал всю эту благословенную империю. Или Гоголь у нас тоже запишут теперь в клеветнике России. Вот. Черта оседлости, запреты распространялись также на жителей Средней Азии. Кавказцам тоже были запреты определенные. При приеме на работу в Российской империи православный имел преимущество перед протестантом, лютеранином, например. Поэтому много чего было. Но это было чудовищное такое деяние царизма, антисемитское, безусловно, ксенофобское, которое было одним из камней, которое толкнуло большую массу еврейской молодежи, польской молодежи, финской молодежи, кавказской молодежи в революционной партии. Ну, согласитесь, что когда мы говорим черта оседлости, в первую очередь представляются именно евреи. Да, евреи есть. А не каторжане, как потом Вячеслав Володин уточнял. Я вообще не понял, что Вячеслав Викторович имел в виду, каких каторжан он имел в виду. Понятия просто не имею. Ну, то есть, в принципе, вы не будете отрицать, что, скорее всего, все, кто воспринял реплику Толстого как реплику, в которой однозначно подразумеваются евреи, так и было. Ну, я не знаю, кто такие все. Там были тысячи людей. Все, кто это понял именно так, они правы. Ну, черта оседлости имеет отношение я не к каторжанам. Это, наверное, Вячеслав Вячеслав еще перепутал со 101-м километром, за который в советское время бомжей выселяли, а, безусловно, к еврейскому населению. Жизнь за чертой оседлости великолепно описана Шовом Алейхомом в «Мальчике Мотле» и в других прекрасных рассказах. Описана другими писателями. У Короленко есть посвященные этому рассказы, безусловно. Достаточно драматические. Осип Мандельштам в «Шуме времени» вспоминал тоже историю своей семьи. Он же в Тенишевское училище смог поступить только потому, что его отец добился определенного статуса. Они же тоже были родом из чертой оседлости. Как и многие-многие другие великие деятели русской культуры, еврейской национальности, которые своим трудом и талантом, вопреки законам, ксенофобским, существовавшим в Российской империи, добивались какого-то статуса. По-моему, Левитан пытался с собой покончить, когда был отведен закон об ограничении прав евреев. Ну и так далее. А как вы думаете, почему Петр Толстой так последовательно, вот даже сегодня в очередной раз, отрицает, что он имел в виду именно евреев и говорит, что никакой конкретной национальности в виду не имел? Я думаю, что Петр Олегович, Петр Олегович, кажется, что Петр, что его сиятельство, граф Толстой, давайте так, перейдем, так будет проще, конечно же, не имел в виду евреев конкретно. Просто с языка у него сорвалась некая общая формула, которая принята была в таких, и до сих пор принят, в таких правых монархических контрреволюционных кругах. Как бы считается, если ты такой русский государственник, ты должен обязательно любить Российскую империю, которая довела русский народ до катастрофы 1917 года и другие народы, до гражданской войны, до гибели в Первой мировой войне, чудовищного количества людей и, в общем, все такое прочее. И при этом ты должен, как говорится, высокомерно так относиться к инородцам, похлопывая, там говорить, что украинцев, например, не существует, что это русские, а украинский язык – это диалект русского языка. А мы сейчас очень часто такое слышим. Ну, я просто из-за этого поссорился, можно сказать, с официальной пропагандой в 2014 году, когда я Холмогорову, кажется, в лицо на Первом канале заявил, что что-то несешь, собственно говоря. Когда они там выли в Соловьевской программе, стоял вой, что украинцы – выдуманный народ. Нет, это не выдуманный народ. Украинцы. По крайней мере, какая часть Украины, безусловно, населена русскими или приехавшими из других регионов России. Донбасс, например. А какая часть Украины населена коренным украинским населением, сложившимся из особой общности и имеющей свою особую историю, связанную с речью Посполитой, с Великим княжеством Литовским, с Галецко-Волынским княжеством и так далее. Но также можно высокомерно высказываться о жителях Средней Азии, называть их, например, чурки, выходцы из Чуркистана, черные, называть кавказцев. Если более политкорректные, бесполезные эмигранты экономически. Да, но почему-то, когда других называют, мусульман, например, или еще кого-то, или украинцев, это не вызывает такого бури возмущения. Это как бы считается норма такой жизни. В данном случае никто даже евреев не оскорблял. Петр не оскорблял. Он спросил так, Петя, как ты относишься к евреям? Он сказал, да вы что, у меня все друзья евреи. Я знаю в его окружении людей, которые евреи, которые, не знаю, гордятся тем, что они евреи, которые любят Петра, которые с ним дружат много лет. Поэтому антисемитом, конечно, его считать я не могу ни в какой степени. Это абсурдная идея. Думаете, этих друзей вот эта реплика его не обидела? Кто обиделся, тот сам себе придумал. Нет, послушайте, в интеллектуальных беседах таких, как бы, на тему русской истории, это обычная формула. Просто некоторые обычные формулы, они, скажем так, требуют подробного исследования. И на эту тему есть исследование. Роль евреев в русской революции есть исследование. Допустим, общим местом считается такая банальная ложь, что якобы большая часть ЦК большевиков были евреями. Это абсолютная чушь. Я в своем Фейсбуке опубликовал поименно список деятелей Совнаркома 1-го-17-го года. Евреи составляют не более 15%. А вот великороссы, русские, составляют порядка 50%. Малороссы, они специально выделялись, украинцы, там составляют порядка 20%. Кроме этого присутствуют несколько кавказцев, латыши, поляки и так далее. Поэтому это антисемитская ложь, которую повторяла гитлеровская Германия. И ее союзники, как бы оправдывая нападение на Советский Союз. Помните, это они любили говорить, что Советский Союз – это жидо-большевистское царство. Сравнивая, как говорится, русскую революцию, ее пытаясь представить не волеизъявлением русского народа, русского украинского народа, других народов, а результатом какого-то заговора. Немецких денег, масонского заговора, еврейского заговора, еще какого-то заговора. Сразия Толстого, ведь следы этого всего есть. Что, мол, выскочили они из этой черты в 17-м году и устроили здесь. Ну, честно говоря, конечно, у Осипа Мандельштама, уже упоминавшегося в шуме времени, есть. Вокруг меня шумело Иудейское море. Он описывает свою юность. Но он описывает, по-моему, все-таки Могилев. Не знаю, я не помню, откуда они были родом. По-моему, и из Могилева Мандельштама были. Ну, в целом, конечно, были комиссары евреи. Были, наверное, и те, кто совершал военные преступления евреи. Но гораздо больше комиссаров были русских. Гораздо больше тех, кто совершал преступления, расстреливая и насаживая там на штыки, понимаете, там, монахинь. Были латыши, например. Вот в Туле крестный ход в 18-м году, крестный ход, расстреляли латышские стрелки, которых вообще приглашали для ситуации, когда русские отказывались стрелять в русских. Ну, расстреливать, допустим, там, женщин, детей. Значит ли это, что латыши пророхи? Нет. Латыши просто это делали. Это история страшной гражданской войны. Когда Фрунзе со своими сподвижниками подавлял Махновское восстание, и когда вот Махновские регионы, Гуляйпольский район взяли в кольцо, то села просто выжигались вместе с жителями. Так вот, красноармейцы, это известно, отказывались это делать. Они не понимали причин такой жестокости. Тогда это зафиксировано бросили киргизов. Но является ли сегодня для киргизов оскорбительным, если мы говорим о том, что полки такие среднеазиатские применялись красными властями для тех моментов, когда, допустим, там, русская или украинская красные части отказывались применять карательные акции для подавления крестьянского восстания, украинского или русского. Ну, слушайте, одно дело правдивый факт вспоминать, а другое вот такой стереотип распространять. Вы же сами сейчас доказывали, что не евреями делалась революция. Стереотипов здесь есть. То есть, Толстой стал жертвой стереотипов распространенного. Нет, в смысле, революция делалась в том числе и евреями. Она делалась и выходцами, точнее так, из еврейской среды, из русской среды, которых было подавляющее большинство, из польской среды, из латышской среды, эсеры. ЦК эсеров, да, там Петр Савенков был русский, а Евнуазев, который спроектировал теракты, там, убийства великого князя Сергия, был еврей. А Каляев, который убил великого князя Сергия, был русский, более того, христианин. А Сазонов, стрелявший в плеве, был тоже русский. Никакой не еврей. Просто выдумки, вот эти вот псевдомонархические, черносотенные выдумки, которые окружают собой историю русской революции, трагичнейшую историю, на земле, на мой взгляд, для меня, как для русского человека, они не позволяют нам понять, что же там было на самом деле. Мы имеем дело с историческим бредом, а не с историческими исследованиями. Хотя бы в год столетия революции позвольте нам публично изучать, как это делает, например, эхо Москвы в программе «Цена революции», которая спорная зачастую, я с чем-то не согласен, но это попытка. Позвольте нам изучать реальную историю русской революции. Реально называть имена, понимать мотивы людей. Почему? Вот как можно вывести, допустим, людей на край обрыва, там, 20 человек, и расстрелять их. Вот Хакасов, Аркадий Голиков, Гайдар, расстреливал, да, он потом писал там в дневнике, «Мне снились расстрелянные мною люди, снятся», когда ему к 40 уже возраст, а когда ему около 18 было, и он перечитал Ницше, он шел и, говорят, в затылок расстреливал Хакасов. А весело и задорно. Вот чем он руководствовался? Ведь об этом интересно снимать фильмы тоже. Об этом интересно думать, об этом интересно писать. И такая традиция была в Великой Русской Литературе. Алексей Толстой, да, в несколько ходульном романе, там, куда он включил роль партии, и стали нахождение по мукам. Но все-таки это глубокий был художник, с глубоким психологической попыткой понять. Тихий Дон, Донские рассказы. Помните родинка, да? Где атаман убивает там сына, значит, красноармейца, комиссара снимает с него сапог и видит родинку. Сына он убил в итоге. Или другой Донской рассказ, где деда там убивает, чтобы, значит, внука спасти, значит, деда убивает какой-то. Там тоже рассказ такой. Господи. Да там, там Ричард Третий с Макбитом, понимаете, покажутся детскими сказками по сравнению с глубиной и бездной вот этой русской революции. А сейчас глубины нам, к сожалению, не хватает. А сейчас это все сводится. Там черта оседлости, немецкие деньги, немецкий шпион, пломбированный вагон, быдло. Вот еще есть такая версия. Быдло и голодьба. Там громила храм. И это распространяется образованными людьми, которые полагаются образованными. Во-первых, дворян в Красной Армии было больше, чем в Белой. Во-вторых, кадровые рабочие, составившие основу Красной Армии, это были такие консервативные рабочие аристократии, которые даже водку не пили. Там нижегородские заводы или ярославские заводы. Поэтому давайте мы на самом деле поймем, это была русская революция, к которой примкнули, безусловно, унижавшиеся в Российской империи представители других народов. Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко. К сожалению, пора нам заканчивать. До свидания.